Для еврейских государств и их правителей уклад жизни османов вызывал бурное неприятие и непонимание. Как же можно так жить? В частности, это относилось к гаремам. Европейцы привыкли жить как все, то есть женились для продолжения рода и заводили любовниц, если возникала потребность в чувствах. Но дети, рожденные любовницами, не могли считаться официальными наследниками. У османов все было устроено по-другому. В гаремах проживали жены, наложницы, фаворитки, сестры, рабыни и служанки. То есть на женской половине дома уживались все представительницы прекрасного пола, находившиеся на попечении у мужчины. Согласно Корана, мусульманин мог иметь до четырех жен и столько наложниц, сколько он мог обеспечить. Гаремы правителей Османской империи всегда поражались своими размерами. Одних только наложниц они могли иметь до трехсот, а уж общая численность обитательниц гаремов иногда превышала несколько тысяч. Сираль Султана привозили невольниц со всего света, выбирая только самых прекрасных и изящных. Особым успехом пользовались черкешенки, девушки славянской национальности и Кавказа. Делалось это все не зря. Все девушки отличались крепким здоровьем и внешней привлекательностью. Поэтому и детей у Султана всегда было много. Рождение каждого ребенка считалось общенациональным праздником. За несколько недель до родов Валиде Султан начинала приготовление к этому радостному событию. Комнату, где должна была рожать наложница, следовало подготовить особым образом. Помещение драпировалось дорогими тканями и украшалось драгоценностями. Туда же приносили колыбель для малыша, соответствующую его особому статусу. Люлька вся была покрыта позолотой и украшена. Постельное белье также было самого лучшего качества. Не забывали и о приданном для малыша. Для него шили одежду и самого мягкого хлопка. Кстати, почему же в гаремах больше всего ценились женщины славянского и кавказского происхождения? Все потому, что от природы они имели более крепкое здоровье и хорошую наследственность. А потому у ребенка было больше шансов вырасти и повзрослеть. Немаловажным обрядом подготовки к родам был ритуал защиты от сглаза и порчи. В комнату приносили шкатулку с караном и несколько платков с семенами кунжута внутри. Все это раскладывали в определенной последовательности по всей комнате. Не забывали и про дары для акушерки и самой будущей молодой матери. После рождения ребенка все население столицы узнавало о радости султана. В честь рождения мальчика из пушек стреляли семь раз, девочки три раза. Продолжалось это в течение пяти дней. Специальные люди разъезжали по всему городу, оповещая подданных султана о рождении сына или дочери султана. На каждой улице столицы стояли подносы с угощениями для простых людей. Эбей Кадын Акушерка в это время проводила обряд снятия порчи из глаза. Младенца посыпали солью, лобик натирали золой, а на губки наносили мед. После этого ребенка уносили во дворец в отдельные комнаты, которые выделяли его матери после родов. Теперь наложница получала особый статус и привилегии. Через пять дней после рождения малыша другие обитатели дворца приходили с дарами матери и ребенку, чтобы их поздравить. После этого начинались простые дни, заполненные домашними хлопотами. От своих прежних обязанностей наложница освобождалась. Теперь ее главной задачей было заниматься воспитанием ребенка. Титул султанши накладывал на малышку определенные обязанности. Ей было необходимо научиться послушанию и терпению, а также привыкнуть к мысли, что ее отец всегда и во всем прав и волен распоряжаться ее судьбой по своему усмотрению. В подчинении у наложницы было много слуг и няни, помогающие ей ухаживать за девочкой. Кормили молоком юную султаншу примерно до двух лет. Если у матери не было молока, то для этого привлекали кормилицу. Ритуал отучения от материнской груди тоже был обставлен со всевозможной пышностью. Перед ритуальным омовением хамами малышку обмазывали специальным маслом. Однако привилегии стать мамой дочери султана имела и свои отрицательные моменты. Это означало, что отныне девушка полностью посвятит себя ребенку, а дорога в султанские покои для нее теперь под запретом. Исключение составляли лишь те наложницы, которые смогли добиться титула фаворитки и особой симпатии султана. В этом случае они еще могли рассчитывать получить повторное приглашение на хальвет, к повелителю и даже родить от него еще одного ребенка. Молодая мама занималась воспитанием и обучением своего ребенка до 4 лет. Рассказывала ему сказки, посвящала в тонкости дворцового этикета и учила, как правильно себя вести с отцом султаном и бабушкой валиде. На ежедневных прогулках дочь или сына султана обязательно сопровождали няньки или евнух. На расходы маленьким султаншам каждый день выделялись определенные суммы денег. Одежду для маленьких принцесс шили из бархата, парчи и других дорогих тканей, подчеркивающих их особый статус. Разделения одежды по типам цветов тогда еще не существовало. Девочки могли носить как розовые цвета, так и голубые. То же самое относилось и к маленьким шикзаде. А вот кухня для наследников султана была довольно незатейливая. На стол маленьким принцам и принцессам подавали чай и щербеты. Из еды для них готовили каши, супы, жаркое из мяса и все возможные блюда из риса. Сладости были представлены вареньями, разными желе, выпечкой и рахат-лукумом. По достижению четырех лет для султанш и шикзаде выбирали учителя, которые занимались их дальнейшим образованием. Их обучали арабскому языку, чтению и письму, истории, культуре, обучали игре на разных музыкальных инструментах. Обучение длилось до достижения принцессами 14-16 лет. Тогда их головы покрывались яшмаком. И считалось, что султанша готова к замужеству. Подготовка к замужеству заключалась в том, что девочек учили искусству обольщения будущего супруга. Кстати, некоторые из них были помолвлены еще с рождения, и будущим нареченным женихам приходилось ждать по 10-15 лет, пока девочка не вырастет и не повзрослеет. Кандидатура в мужья отбиралась самим султаном. Чувства здесь в расчет не брались. Главным условием была полезность данного человека для Османской империи. И даже если мужчина уже был женат, это не было препятствием для правителя. Султанша могла быть лишь первой женой, поэтому мужчине приходилось разводиться с супругой, чтобы взять в жены дочь правителя. Для некоторых это считалось честью, для других – тяжелой ношей. Ведь быть зятем султана не так-то просто. Без позволения жены он не мог взять в дом другую жену или завести наложницу. На развод мужчина также не имел права подавать. Он становился вечным должником и слугой султана. Правда, приданное за такую невесту всегда было богатым. Султанши полагались драгоценности, земли, множество слуг. На свадьбу тратили огромные деньги. Вот только после того, как султанша выходила замуж, жизнь ее менялась и не в лучшую сторону. Отныне она обязана была сидеть дома, рожать детей и почитать мужа. И если спустя какое-то время в отношениях не наступал переломный момент, когда возникали чувства симпатии и уважения друг к другу, такая жизнь становилась унылой и лишенной радости. Конечно, султанша могла попросить отца освободить ее от обязанностей перед мужем и развестись. Но вот остаться в одиночестве ей бы никто не позволил и пришлось бы выходить замуж еще раз. А где гарантия, что следующий муж был бы лучше, чем предыдущий?